У нас сейчас в студии, я приглашаю Кемриана Эйнеровича Рустамова, профессора. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Посмотрите. Присажитесь. Вот у нас сейчас только что мы слышали нашего корреспондента из Стамбула, который говорил о, как он считает, довольно-таки весомых доказательствах о том, что на территории Нагорного Карабаха присутствуют и уже воюют боевики, протурецкие боевики, которые изначально заслуживались в Сирии. Господин Алиев неоднократно говорил, что азербайджанской армии не нужна ничья помощь и что она вполне сама дееспособна и может сама дееспособна. Зачем? Во-первых, можете ли вы согласиться, что это действительно так? Мне кажется, сложно спорить. А если да, то зачем там присутствуют вот эти ребята? Во-первых, я вам сразу скажу, что первый фейк был сброшен. В одной арабской газете, что по информации чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, что в Нагорном Карабахе воюют сирийские террористические группы. Согласно американским правилам Пентагона, если есть какая-то такая официальная информация, то на веб-странице Пентагона это располагает. На веб-странице Пентагона этого информации нет. После этого, после этой информации, она произошла по всем газетам. То есть это прошло по всем официальным. Официальное заявление правительства России, МИД России и МИД Франции еще, помимо. Нет, ну МИД Франции, МИД Франции, сейчас мы тоже об этом скажем, о МИДе Франции и так далее. Вы понимаете, я вам скажу, эти газеты, когда заявляют очень многое, в общем, вы вспомните дело Скрипалей, Новичке и так далее. У нас конкретно заявляет это наш корреспондент. Ну, ваш корреспондент может заявлять, но ни одного, ни одно документальное доказательство, что вот арестован, убит человек, являющийся документами формальными или какими-то, ну как-то доказывающими... Мы в прошлое воскресенье показывали турецкую газету, где было интервью с генералом, который сказал, что он сейчас на территории. Да, конечно, фигается, в таких людей очень много. То есть вы считаете, что все-таки это неправдивая информация? Нет, неправдивая информация, это ложная информация. А вы допускаете, что такое могло бы быть? Ну, я вам скажу одну вещь. И зачем? А вот вчера я в одной из газет прочитал, что, значит, представитель ГРУ Генштаба России официально заявил, что по имеющимся у них разведданным, таких террористических групп на городе Карабахи нет. Это тоже есть информация. То есть она правдивая. Или кто-то взял откуда, кто-то взял. Ильяна, соответственно, действительно, я не могу сказать. Но необходимость этих 300 человек или 200 человек, о которых говорят, нет необходимой. Вот о том, что я сейчас говорил. Там идет такая война, что 300 человек не могут поменять климат процесса. Ну, а как же пушечное мясо, которое используют в самых дерзких частях наземной операции? Опять же, как взвод... Вы знаете, вот какой вопрос бы я сейчас здесь хотел задать? Наверное, он будет логичный. Мы вчера видели заявление Алиева о том, что было освобождено якобы 7 сел. Не знаю, насколько это правда или неправда. Мы видели кадры из Баку. Там был буквально такой праздник. Фейерверки запускались. У людей просто какой-то национальный праздник как будто бы начался. Да, да, да. Но что это означает? Как это можно воспринимать? О том, что официальный Баку хочет полной оккупации Нагорного Карабаха, полностью захватить территорию, взять все под свой контроль. Но это, с другой стороны, что означает? Что 99% армянского населения, которое там находится... 90% людей, которые находятся на Карабахе, с ними что? С ними что? То есть их выдавят, их убьют. Что с ними будет? Одну веточку. Первое. Понятие Нагорного Карабаха было создано в 1923 году коммунистами, когда, вычленив из большой территории небольшую зону, где преимущественно было большое миграционное население армян, были трудовые мигранты. Одну минуточку. Которые появились в 19 веке, согласно Туркменшинскому договору, были переселены из Турции и из... Но я не хочу в историю. Давайте не будем в историю, потому что тогда любой армянин может сказать, что они там жили, когда вообще никаких азербайджанцев и русских не ждал. Вы не отвечаете на вопрос конкретно. Вы уходите в историческую... Нет, я хочу прийти в реальной ситуации. Реальная ситуация. Я был государственным советником республики в 1992 году, когда Армения, Азербайджан и другие республики готовили документы о вхождении в организацию объединенных наций. Были подготовлены соответствующие документы, и территориальные вопросы, которые были, если существовали, каждая страна должна была оговорить этот вопрос. Ни Армения, ни Азербайджан, ни другие республики претензий по территории Азербайджана в тех границах, которые были, не были. Первый. Теперь так. Что делать с армянами, которые... Вторая часть. Вы слушаете так, вы задали, я поэтапную. Теперь вторая часть вопроса. В Азербайджане неоднократно президент и другие официальные люди говорили, что на сегодняшний день в Азербайджане проживают более 100 тысяч армян. Из них где-то 30 тысяч в Баку и в других городах, и более 70 тысяч армян проживают на горном Карабахе. То есть Азербайджан признает их гражданами Азербайджана. Но они нет. А одну минуточку. Второе. Что говорил президент Азербайджана в течение 30 лет? Говорил, что оккупированные территории должны армянскими вооруженностями быть освобождены согласно решению Совета Безопасности. И Армении должны быть на горном Карабахе предоставлены статус, самый наиболее, наивысший, который их устроит в любом варианте в составе Азербайджана. Вот скажите, что было плохо до Армении, до этих развалов Советского Союза армянам? На горном Карабахской автономной республике по дотации занимала первое место и была самой высокой дотационной республикой во всех отношениях. материально выше стояла, чем любая область Советского Союза. На горном Карабахской автономной республике были русские и армянские школы. Не было ни одной азербайджанской школы. Не хотите азербайджанской школы? Все равно. Я хочу создать новое место. Азербайджане должны жить на этой территории. Им будет создана наибольшее дело. А если они не хотят, и мы знаем, что они не хотят. Они же сейчас уже живут. Что значит не хотят? Они не хотят. Что значит не хотят? Смотрите, давайте реальность. Я не в плане справедливости. Это сложный вопрос. У вас есть своя правота, у армян есть своя правота. Я как еврей скажу Палестина, Израиль. Вот это бесконечный разговор. Это совсем другая вещь. Это тоже сложная, я имею в виду. Она тоже сложная. Сложная, но в другом варианте. Но в другом, да. Пакистан, Индия, тут скажем, много сложного. Давайте вернемся на горный Карабах. Смотрите, там живут армяне. Они сейчас живут же там, правильно? И они будут воевать до последнего. Готовы ли Азербайджан уничтожить все местные насилия? Насильно выселить? Что сделать? Нет, насильно выселить. Опять же, сегодня опять президент несколько дней тому назад Азербайджан заявил. Сегодня президент Армении должен объявить, что полностью убирать все войска, свои войска из территории Нагорного Карабаха. Он это не сделал. Он не сделал. Второе, что Россия в этом случае может быть гарантом безопасности. Решит модель гаранта безопасности. Не Франция, не Америка. Франция два дня тому назад, встречаясь с представителем белорусской, забыл, как ее фамилия, такая юродивая девушка. Тихановская. Тихановская. Встречаясь с ней, он говорил о территориальной целости Украины, а говорил, что Крым является частью Украины. И вдруг буквально за три дня до заявления группы, трехминской группы, являясь членом минской группы, он угрожающе выступает в адрес Турции, Азербайджана и так далее. В Турции, не Азербайджана. И Азербайджана тоже там. Вы, кстати говоря, перечислили сейчас очень много стран, но как-то забыли сказать про Турцию. То есть Франция, США. Сейчас я про Турцию тоже скажу. Турция, вы поймите одну вещь. Вот понимаете, очень трудно осмыслить азербайджанско-турецкие отношения в рамках того, что там все отношения между любыми странами строятся на каких-то интересах. политических, экономических и других. Россия, Азербайджан, Турция никогда отношения не строились на экономических или политических интересах. Это первое. Это всегда так было. То есть это чисто какие-то братские отношения. Азербайджан, Турция. И второе я вам хочу сказать. Вы говорите, истории не надо. История очень нужна для правильного понимания. Она потому что у всех разная. Нет, дело не в это. Прямого ответа на прямой вопрос. Я вам прямо сказал, что участие Турции в этом вопросе то же самое. Такое, как было бы Россия участвовала, участие принимает. И я считаю, правильно делает то, что сегодня творится в Белоруссии. Хотят ее свести в той ситуации. Стоп, а какой там Россия принимает сейчас участие? Нет, Россия примет. Все-таки несравнимая ситуация. Путин сказал, что он примет участие в Белоруссии. Вы имеете в виду, что это братский народ. Да, братский народ. Это тоже позиция. А у Турции есть какой-то свой интерес в этом? Если да, то какой? Никакого политического и экономического интереса нет. То, что говорят о том, что Османская империя, это пустые разговоры. А тогда, ну в чем? Почему Турция будет вмешиваться в этот конфликт, если у нее нет интересов? Ну так же не бывает. А Турция не вмешивается сейчас. Этнический интерес. Азербайджан сейчас совершенно в турецкой армии не нуждается. И турецкие силы совершенно не участвуют в этом процессе. Если третья сила вмешается в процесс, тогда Турция оставляет за собой право мешаться. Заметьте, что ни один конфликт в последнее время, в котором участвует Турция, не заканчивался хорошо. Вот привлекать сюда Эрдогана, вот в этот конфликт, очень долгий, как вы правильно сказали исторически, хорошая ли это вообще идея? Зачем Эрдоган в этом конфликт? А Эрдоган и не привлекает. Он чисто морально дает как бы это. То есть только моральная поддержка. А что он какую поддержку делает сейчас? А какую поддержку? А как же совместные военные учения? Совместные учения? А совместные военные учения кто запрещал? Вот знаете, чего я вижу из России? Я захожу на официальный аккаунт Министерства обороны в Твиттере, и там просто сразу... А Россия зачем с Арменией проводит совместные учения? А почему Россия держит баку на Твиттере? Нет, просто вы говорите, что кроме моральной поддержки там ничего нет. Я вам объясню разницу между позицией Турции и всех остальных третьих держав. Турция единственная страна, которая призывает к войне, а не к миру. Партия войны, да. Вот и все. То есть она официально поддерживает военные и говорит, что... Эрдоган напрямую об этом говорит, что продолжение боевых действий. 30 лет Турция, не вмешивая в этот вопрос, была минская группа. Минская группа была, Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки. В течение 30 лет ни одной модели не смогли придумать, чтобы она сработала. А сейчас война это лучшая модель? Нет, она худший вариант. Но 30-летние молчане и вдруг заговорившиеся пушки заставили их проснуться, это не делают. 30 лет о чем думали? Разве нельзя было заставить найти модель? В Казани же нашли модель. Казанская формула, но, видите, она не реализована. Она не реализована. Почему Россия, которая, где-то был, по-моему, президентом страны, когда приняли в Казани, договорились, пожали друг другу руку, все решили, разошлись. Россия же могла бы быть гарантом заставить Азербайджан и Армению решить по казанской модели. Смотрите, Эрдоган прямым текстом говорит, что он за продолжение боевых действий. То есть это партия войны? В чем здесь истина? Он сегодня поддерживает. Он сегодня поддерживает. Нет, это партия, это не партия войны. Это позиция президента Азербайджана и азербайджанского народа. Продолжать боевые действия? Нет, освободить азербайджанскую территорию. Хорошо. То есть убить всех, кто там есть, и насильственно захватить эти территории. Правильно я понимаю? Убить не тех, кто есть, кто там вооруженный с автоматом в руках. Вы же понимаете, что там армянское население. Вы же воюете против всего населения, которое... А вы обратите Министерство обороны, обращение сегодня было какое. Было не сегодня, не до этого. Министерство обороны Азербайджан обратилось ко всем армянам, которые проживают на этой территории. Вы являетесь нашими гражданами. Пожалуйста, держитесь вдалеке от военных пас и так далее. А сегодня вы знаете экзотичный случай? Сегодня Армения, чтобы спровоцировать, вовлечь... Это пашиняновская подлая позиция, которая вовлечит Турцию, Россию, войну на Южную Кафасию. То есть это пашинян Турцию увлекает? А кто делает эту войну? Зачем пашинян создает все эти условия? Его основные задачи. Зачем эти провокаты? Он сегодня обстреляли Гянджу. Кстати, среди троих убитых и... Мы можем подтвердить эту информацию. Раненых и несколько раненых был армянин, который живет в Гяндии. Хорошо, а зачем сейчас тогда... Кто бомбил Степанакерт? Вот постоянно подтвердите, либо опровергните. Сейчас постоянно появляется информация о том, что Степанакерт бомбят, в том числе, баллистическими ракетами израильскими. Кто это делает? Баллистические ракеты... Кто это делает? Я не могу сказать. Лорик, вообще, кто бомбит Степанакерт? Степанакерт бомбят, наверное, Азербайджанское вооруженное Северное. Для чего? А? Для чего это? Для того, чтобы военные объекты, которые сегодня оказывают содействие Гарабахской армии, чтобы эти объекты уничтожить. Там находится... При этом нет мирного населения. Нет, не мир, там было объявлено мирному населению, что вы должны освободить территорию. То есть вы должны... Там есть заводы, фабрики, которые производят... Вот смотрите, вы говорили, что в течение 30 лет... А вам, я думаю, принесут водичку... Сумка есть моя, там вода есть. Коллеги, я думаю, помогут, чтобы вы не уходили. Водички вам принесут. Вы говорили, что в течение 30 лет проблема никак не решалась. Почему вдруг эскалация конфликта наступила сейчас? Я вам скажу почему. Значит, в течение последнего времени, после того, как Пашинян пришел к власти, уже несколько раз на азербайджанской, армянской границе были провокационные действия армянских вооруженных сил. Основная тема была, которая, чтобы вовлечь Азербайджан в противостояние с Арменией, тем самым силы ОДКБ вынуждены были встать на защиту армянского государства как союзника, потому что Армения и Россия являются двойными союзниками. Союзниками напрямую и союзниками через ОДКБ. Вот это была провокация, которая была сделана несколько раз. Сегодня пришел... Согласитесь, что это с другой стороны, это несколько однозначная позиция. То есть вы говорите, что все-таки речь идет о провокациях в данном случае. Но вот видите, ну... Нет, провокации спровоцировали, что это произошло именно в этом случае. Нет, провокации спровоцировали, что это произошло сегодня. Но рано и поздно это должно было произойти. Вот такой есть вопрос вам. Может быть, вы мне скажете, насколько он грамотный или неграмотный? Ведь Нагорный Карабах не единственная сложная этническая, историческая территория в этом же регионе. Есть Нахичеванская автономная республика, которая проживает зеркально 99% азербайджанцев. То есть как зеркально Нагорный Карабах и 99% армян, там 99% азербайджанцев. Почему, это, я как понимаю, вообще первая республика, которая объявила выход из СССР еще в 90-м году. То есть это первое, начало распада СССР. Почему Армения смирилась, признала, решила, что признать автономию этой республики, а Азербайджан не может сделать то же самое по поводу народа. Я извиняюсь, а какое отношение Нахичеван имеет к Армении? Никакого. То есть она никогда не была частью Армении? Никогда не была. Вы вообще, я вам скажу, очень интересно, вы, если уж хотите знать, армянского государства есть хороший археолог, академик Петровский-старший, Борис, который, кстати, был женат на армянке, очень член был Армянской академии наук. У него есть он хороший, я вам, если хотите, пришлю книгу, где он говорит, перестаньте говорить ересь о древней Армении. Если такое государство существовало, то покажите хоть один-одной археологический подход. Вы смеетесь, что ли? То есть вы вообще стоите под сомнение армянской государственности, что ли? Вы сейчас смеетесь? Это шутка? Нет, нет, это не шутка. Вот это мирное настроение не пакет. Исследования показывают. Мавсес Харайнаци есть хорошая книга армянского ученого. Подождите, я правильно понимаю, что вы стоите вообще под сомнение сам факт, что Армения заслуживается и государственности сейчас? Нет, 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 вы понимаете, что Армения имеет 2,5 тысячелетнюю историю, которая опубликована и которая допечатана всеми соседями, которая часть Римской империи была, Парфианской империи. Вы реально стоите под сомнение армянскую государственность? Да, возьмите исследование армянских ученых. Я не знаю, что это за армянские ученые такие. Потому что покажите одну карту, где была бы на Армении до 17 века на Римской империи. Нет таких карт. Нет, сам факт, то есть они сейчас не имеют права на государство. Почему? Имеют права, они должны иметь государственность. И должны иметь государственность. И мы поддерживаем государственность. Но нельзя на территории чужой страны вводить войска и оккупировать их. А что делать, если там живет 99% армян? Вот что с ними делать? Они живут, у них там семьи, у них там их могилы. У них там вся жизнь прошла. В 19 веке первые могилы появились там, вы знаете, на территории Гарабаха. На территории Гарабаха армян вообще никогда не было до 19 века. Я тоже самое хочу сказать вам, что я сказал предыдущему спикеру господину Меграняну. Если вы думаете, что он думал, что мы занимаем проазербайджанскую позицию, вы думаете, видимо, что мы занимаем про армянцев. Мы занимаем про азербайджанскую позицию. Вы ошибочную позицию. Хорошо. Мы просто пытаемся, на самом деле, подискутировать. Давайте дискуссию правильно относиться к каждой стороны. Давайте критически относиться. Единственное хочу вам сказать. Вот многие вещи, которые вы говорили, они, значит, вполне возможно верные. Может быть, некоторые неверные. Но когда вы начинаете говорить про отсутствие истории армянского государства до 17 века, вы ставите под сомнение все, что вы сказали до этого. Потому что это абсурд, что вы говорите. Я извиняюсь. Вам надо почитать. Хорошее исследование. Есть Бориса Петровского. Академика, в 1943 году избранный. Можно на премьеру. Нет, подождите. Не надо читать на Атрофском. Можно читать Тита Ливии. Это цифра. Сейчас надо тем не говорить. Я сейчас говорю о сегодняшнем состоянии. Мы сегодня полностью в 1992 году признали территориальную целостность Армении. И никто не зарится ни на пять этой земли. Первое. Второе. Мы говорим, что Нагорный Карабах является вся... И тем более семь... Вы признаете, что семь районов в этой азербайджанской территории? Мы признаем, что весь Нагорный Карабах. Это те же... Де Юра, азербайджанская территория. Не Де Юра. А семь территорий это азербайджанская территория. Вот Нагорный Карабах, говорим, такой спорный. А семь территорий, которые оккупированы, они являются азербайджанской территорией? Де Юра, да. Вообще они являются азербайджанской деятельностью? Они являются. И поэтому они должны быть освобождены от оккупантов. Это не нам говорит, что мы должны, но юридически, конечно, вы здесь правы. И второй вопрос. Нужно ли создавать армянам условия для безопасности их на Горном Карабахе? То есть Азербайджан сейчас будет создавать условия безопасности армянам? Вы на полном серьезе это говорите. А что не надо создавать им? И так же, как азербайджанцы, которые жили столетие в Шуше. Они должны вернуться на свои территории. Вы знаете, я абсолютно здесь не принес. Но мне кажется, странная логика, когда вы кого-то бомбите, и при этом создаете кому-то условия безопасности. Очень странно создавать условия безопасности и бомбежки. А почему 30 лет мы никого не бомбили? Хороший вопрос. И сейчас забомбили. А сегодня мы... Очень хороший вопрос. А сегодня вопрос. Вот я вам задаю. 30 лет мы ждем мировое сообщество решить мирным путем этот вопрос. Мы неоднократно обращались. Не дождались. Это мирный вопрос. И теперь сказали, что мы освобождаем свои территории. Можно последний вопрос? Последний вопрос. Буквально последний вопрос. Вы считаете, что военными действиями сейчас, такими радикальными, можно решить этот вопрос? Вы понимаете, когда народ... Можно или нет, вот конкретно? Сейчас, когда народ вынуждает решать военными действиями этот вопрос, мы до этого категория... Вот сейчас президент еще раз недавно сказал, чтобы не гибли молодые люди. Сегодня президент о Армении должен выступить, что он готов вывести армянские войска. Значит, здесь мы уже не можем... Вы считаете, что боевыми действиями можно решить вопрос? Нет, я вам скажу, должен вывести войска. Второе, второе, одну минуточку. Боевыми действиями разве не решались вопросы террористов, которые творили зло на Северном Кавказе? А как их выбивали оттуда? Военными действиями. По-другому же невозможно было их выбивать. Спасибо вам большое. Мы очень рады вас были слышать. Приходите к нам еще. Была интересная, острая дискуссия. Поговорили о стране, на самом острове. Спасибо большое. Спасибо. Ну, знаете, вот последний ответ, он был такой исчерпывающий, что боевыми действиями Азербайджан надеется решить этот вопрос. Ну, это очевидно, да, раз он это делает. У нас опять на связи Мурат, которому еще есть что сказать. Мурат, еще раз привет. Мы прям видим его двое до сегодня. Я слышал, что у тебя есть еще дополнительная к нам информация и касаемо общей ситуации, и касаемо тебя лично. Ну, слушайте, я считаю, что вот последний гость, который у вас был, несмотря на некоторые абсурдные вещи, например, то, что армянский народ существует 300 лет, к нему надо прислушаться. Его нужно понять обязательно, чтобы понять, почему Турция и Азербайджан действуют, как они действуют, почему они так сплочены. Смотрите, это здесь, это здесь, это везде. Когда начинается война, ты не думаешь, почему ты не прав, а почему твой враг прав. Такого не бывает. Так ни одна сторона никогда не делает. Ты веришь в свою сторону. Азербайджан сейчас полностью верит в свою правоту, в свою сторону. И почему Турция поддерживает? Давайте вот представим вот такой вот пример. Если бы даже Беларусь не было в ОДКБ, если бы у Беларусь началась война с кем-то, не дай бог, например, с Польшей, Россия бы стояла в стороне? Нет, конечно. Нет, даже если бы она не хотела публично быть вовлеченной в этот конфликт, Россия бы все равно помогала. Это братский народ, это братский народ. Одна культура, один язык, плюс-минус один и тот же менталитет. А у турков и азербайджанцев точно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова